В студии РНТВ Игорь Прокопенко Его историю сегодня можно читать по памятной доске спонсоров строительства Храма Христа Спасителя. Логовас, МММ, Хоперинвест, как много значили эти слова когда-то, не правда ли? А можно на городских кладбищах, где главные аллеи отданы фешенебельным памятникам знаменитых братков, павших в криминальной войне лихих 90-х. Это было время, когда за считанные месяцы можно было заработать миллионное состояние, а можно было все потерять. Сегодня в нашем эфире многосерийный документальный проект, который мы решили в точном соответствии с эпохой назвать «Малина красная». Кстати, для наблюдательных, если вам покажется, что за кадром вы услышите знакомые голоса, не пугайтесь. Они вам действительно знакомы по потрясающим радиоэфирам эпохи 90-х годов. Итак, начали. Сегодня в проекте «Малина красная» вы увидите «Братки по крови». Здесь мы расскажем, как все начиналось. Как приехал в Москву из Калужской области простой паренек Сережа Тимофеев, а через несколько лет он превратился во всемогущего хозяина Москвы по имени Сильвест. А ведь кроме него были еще и Солнцевские, и Казанские, и Бауманские. А потом и вовсе появилась поговорка «Круче Солнцевских только Шаболовские». Рубоб базировался, как известно, на Шаболовке, и эта поговорка отражала особенности того сурового времени – времени волков и волкодавов. Ну а раз были волки в наше время, значит, были и телята. И это о них, о первых российских кооператорах, комбинаторах, бизнесменах – следующая серия. Пока нынешний миллиардер Прохоров ворил в студенческой лаборатории джинсы, Литягин придумывал «Мираж». Пока Чичваркин торговал китайскими тряпками в лужниках, Федор Бондарчук снимал первый западный клип «Светлицкая». Есть над чем посмеяться и о чем пожалеть в проекте «Золотые телята». Страна на ощупь привыкала к обнаженному женскому телу на страницах самого массового издания «Спидинфо» и импортного пока еще «Плейбоя». А еще были первые конкурсы красоты. В каждом вузе, техникуме, школе. Едва заметные купальники почти ничего не прикрывали на юных телах отличниц и активисток, но это уже никого не смущало. Как Россия, молодая, не чувствуя своей ноготы, задорно погружалась в легкий эротический туман 90-х годов, об этом в проекте «Секс-миссия». Впрочем, страна в 90-е не только развлекалась, раздевалась, нищала и зарабатывала, она еще и воевала. Нагорный Карабах и Осетия, Приднестровье и Чечня – печальные страницы кровавого развода бывшей страны Советов в специальном выпуске программы «Военная тайна». Ну а начнем мы нашу историю с песен и танцев. Какая она была наша поп-музыка первого российского десятилетия? Кто распределял территории для чёса? Кто кого покрывал, покровительствовал и решал пограничные споры артистов? Как в считанные недели зарабатывались безумные деньги и на что их тратили первые доморощенные звезды? Об этом в проекте под названием «Веселые ребята». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова